То, что человеком не осознается, управляет его жизнью. Но позже он назовет это судьбой или роком. Так считал Карл Густав Юнг. Давайте поговорим о свободе от сценариев на примере отношений. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу виртуальную кофейню. И сегодня крайне интересный вопрос, который задала Ольга. Звучит он так. «Мой мужчина воспитывался среди агрессивной матери и сестры. И во взрослой жизни заявляет, что ни в коем случае не хочет видеть рядом с собой такую же агрессивную вспыльчивую жену. Я другая. Я спокойная, мягкая. Но кажется, что ему не хватает материнских черт во мне. Он пытается выдавить из меня те качества, которые присущи его матери. Если не удается, начинает меня оскорблять. Скажите, мужчина будет любить исключительно женщину, похожую на мать на подсознательном уровне? Другого не дано или у нас все-таки есть шансы? Просто я и его мать полные противоположности». Замечательный вопрос. И замечательен он именно тем, что мы довольно часто попадаем в ситуацию несвободы, несвободы от сценария. Так давайте сегодня поговорим о том, можно ли от этого освободиться и что делать в похожей ситуации, которая сложилась у автора комментария. Я советую вам дослушать это видео до конца. Начнем с того, что любой человек так или иначе склонен воспроизводить в своей жизни знакомые ему ситуации, знакомые ему ощущения и, самое главное, ситуации, которые подтвердят ему его собственное восприятие себя, его собственное ощущение от этого мира и от своей позиции в этом мире. Что происходит в истории, которую рассказала Ольга? Происходит то, что мужчина своей головой понимает, что находиться рядом с агрессивной женщиной, с вспыльчивой женщиной, небольшое удовольствие. Эти отношения он видит, скорее всего, как, может быть, неуважительные, возможно, как не вполне здоровый, поэтому и осознанно заявляет о том, что не хотел бы такого отношения к себе. Но по факту нужно всегда смотреть, что происходит по факту. По факту он так или иначе провоцирует похожую ситуацию. Так вот, всегда обращайте внимание не то, что вы хотите, не то, что вы думаете, не то, как вы рассуждаете, а то, что происходит по факту, потому что именно это по факту расскажет вам, что лежит в вашем бессознательном. То самое бессознательное, о котором говорил Юнг, которое, верите в это или нет, управляет вашей жизнью. Ровно до тех пор, пока вы не начинаете осознавать, что же все-таки происходит. Потому что как только вы начинаете понимать, вы начинаете замечать, отслеживать, у вас появляется что? У вас появляется выбор. Делать так, как вам уже привычно и даже комфортно, как бы это иногда странно не прозвучало, или делать так, как для вас будет новым, неудобным, но ведущим вас к той полноценной жизни, к тем полноценным отношениям, который вы хотите. Итак, довольно типичная ситуация. Но здесь есть два варианта развития событий. Участник, мужчина, может принять одну из сторон привычной для него ситуации. То есть он может как и пытаться найти властную агрессивную женщину, чтобы снова и снова воспроизводить те же самые ощущения, те же самые сценарии повторять. Либо он может стать тем самым агрессивным партнером в этих отношениях. Что, судя по всему, и происходит. Давайте все-таки поговорим о вас, Оля. Почему вы находитесь в этой ситуации? И я так подозреваю, что вы здесь тоже неспроста. И вам в какой-то степени знакомо, вполне вероятно, привычно, что на вас реагируют не очень адекватно. Может быть, ваша мягкость всегда кого-то раздражала. Возможно, вас, в принципе, так или иначе подавляли или проявляли свое неуважение. Или пытались вас развести на агрессию в вашей жизни. Вы здесь тоже не случайно. И на данный момент вы никак не можете повлиять на ситуацию. Вы не можете изменить мужчину. Знаете, почему? Именно потому, что вы сама находитесь в этой игре. Когда все участники происходящего находятся в игре, то ничего изменить невозможно. Если вы хотите поменять правила игры, хотя бы один из участников должен, простите, очнуться, проснуться и выйти из этой игры. О какой игре я говорю? Ну, в данном случае он проявляет к вам агрессию, а вы пытаетесь объяснить это его прошлым, его взаимоотношениями с родителями, чем-то еще, и ищете, казалось бы, ответ на вопрос, могу ли я что-то изменить, что-то может измениться или нет. Так вот первое, что должно измениться, это ваше отношение ко всему происходящему. Как вы вообще терпите неуважительное к вам отношение. Когда он начинает губить, когда он начинает разводить вас на обратную агрессию, вы в этой ситуации все равно остаетесь. Я так понимаю, продолжаете искать способы его изменить. Но пока вам это по-настоящему не нужно. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что, если бы вам действительно было не по нраву, а если точно сказать, не по вашему сценарию, у вас не было бы ожидания такого отношения к себе, вас бы там уже не было. Или ваш мужчина уже изменился. Дело в том, что человек меняется по двум причинам. Первая причина — это когда человек сам начинает задавать себе вопросы, начинает что-то осознавать, идет на психотерапию, занимается личностным ростом и так далее. И он осознанно меняется. Вторая причина, по которой человек может меняться — это когда обстоятельства его вынуждают. И он, понимая, что ему хочется получить вот этот конечный результат, но без изменения себя он его не получит, он начинает меняться. Давайте проведем параллель к обсуждаемой ситуации. Если бы девушка изначально, увидев такое поведение мужчины, довольно понятно, довольно твердо сказал бы, что так с ней обращаться нельзя, ее это не устраивает, она в таких отношениях просто не останется, мужчина сделал бы одно из двух. Он либо помахал ей вслед лапкой, либо изменился. То есть он понял, что что-то нужно в себе поменять. Случилось бы моментальное исцеление, конечно же, нет. И попытки реагировать привычным способом и воссоздавать знакомую ситуацию в отношениях, они бы повторялись. Но если женщина действительно не приемлет такого к себе отношения и не прикрывается шторочкой, а я же все-таки его люблю, то у мужчин нет другого выбора, кроме как играть по новым правилам. Так происходит, если хотите исцеление, если хотите трансформация человека. Кстати, мои дорогие женщины, скажу вам хорошую новость. Мужчины довольно легко меняются. Женщина меняется намного сложнее. Чтобы изменилась женщина, как правило, она должна сама захотеть поменяться. Мужчина более отзывчив на внешние обстоятельства, нежели чем женщина. Поэтому если вы начинаете работать над собой и вы понимаете, что вот так вас больше не устраивает, вы понимаете, что вы тоже являетесь неким соучастником происходящего, понимаете свою долю ответственности в происходящем, то вы начинаете не вовне пытаться что-то изменить, заняться психоаналием своего мужчины или что-то еще, а вы начинаете заниматься собой и вы себя спрашиваете, направляете все внимание внутри себя и спрашиваете, а мне вообще так нравится? Я хочу такие отношения? Мне сейчас было приятно, как со мной поступили или как у нас обернулась эта самая беседа или спор, ссора. Если нет, действуйте. Вы знаете, очень часто женщина начинает из своего страха быть неудобной, остаться одной, быть ненужной, начинает сдавать назад. Именно здесь она отказывается от своей силы, именно здесь она вовлекается в чужую игру, которая очень вероятно ничего хорошего, радостного ей дальше не принесет. Забывая, что женщина вообще-то сама может устанавливать правила. Правила здоровых отношений, правила достойного к ней отношения. И как вы понимаете, когда человек не осознает, по какой причине он сам здесь находится, нет, не потому что его сестра и мама были агрессивны, нет, не потому что он ищет такую же жену, как и его мать, а потому что я здесь тоже нахожусь в силу определенных внутренних потребностей. Начинайте с себя, а дальше дайте внешним обстоятельствам или другому человеку решить за себя самостоятельно тоже. То есть мужчина дальше примет решение, пойдет ли он искать себе очередную стерву или очередную жертву, так как он будет теперь тираном, либо он поймет и начнет корректировать свое поведение. Именно так мы меняемся. Но, как я уже сказала, не раньше, чем хотя бы один из партнеров выйдет из игры. Если второй не собирается выходить из игры и создавать новую, более здоровую игру, то он будет искать себе дальше другого партнера для своей игры по его правилам. Если женщина боится потерять такого партнера, именно поэтому соглашается на любые правила, то, к сожалению, все ее жалобы, все ее увещевания, попытки что-то изменить, договориться будут всего-навсего сотрясанием воздуха, потому что человек всегда получает то, на что он соглашается. И я уверена, благодаря сегодняшнему примеру, кто-то теперь сделает правильный выбор и поймет, где находится свобода. Свобода находится в понимании того, что происходит, в отсылке к тому, какая доля вашей ответственности в этой ситуации. А теперь давайте перейдем к крайне ценной части нашей работы. Загляните внутрь себя и задайте такой вопрос. Какой сценарий в вашей жизни вам сегодня мешает? Какой повторяющийся паттерн? В какую ситуацию вы снова и снова, вольно или невольно попадаете? Просто заметьте, просто вынесите это из зоны неосознанного в зону вашей осознанности. И вы будете поражены, насколько больше силы в вас появится. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok